106 микрорайон поделился сейчас на две части. Справа от меня дома построены по закону. Слева земельные участки продавали мошенники. Когда этот факт всплыл, на самовольно захваченной территории стояло около 40 коттеджей. Что самое удивительное, стройка на этом не прекратилась. Сейчас домов стало в три раза больше. Как грибы после дождя выросли 168 строений. И это только официальная цифра. Большая часть владельцев участков обратились в правоохранительные органы. Заявителей признали потерпевшими. Ни с кем из них поговорить нам не удалось. Ваш дом является самоволкой. Вы так считаете? Девушка, а хозяина-то нет. А, вы не хозяин? Нет. Бывший генеральный директор БСМедиа Фаина Мыртаева находится в федеральном розыске. Но компания продолжает работать. Новое руководство собирает информацию обо всех пострадавших, чтобы помочь узаконить дома на верхнем участке микрорайона. Нижнего участка, который находился в аренде у компании БСМедиа, их уже все сделали. То есть оформили право собственности. Когда мы начинали вот эту работу с нижними участками, у нас тоже не было решения готового. То есть мы просто начали собирать документы и решение оно само собой как-то пришло. Решение, как помочь горожанам, которые попали в ловушку, искали и в администрации города. Комитет по имуществу рассматривал два выхода из плачевной ситуации. Первый – перенести строение в 107-й квартал. Однако эта зона оказалась рекреационной. Второй выход – выкуп земельных участков пострадавшими. Но и этот вариант не подошел. С позиции наших земельщиков, которые очень четко сегодня разбираются в этой ситуации, дома нельзя признать законными и как-то узаконить их. Потому что гражданский кодекс этого не позволяет сделать. Окончательную точку в этом запутанном деле должен поставить суд. Мы будем следить за развитием событий. Зоя Танишеева, Виктор Еланцев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok